То, что происходит при ударе астероида о Землю, имеет подробное описание в научной литературе. Результат похож на суперизвержение супервулкана с появлением на несколько лет эффекта ядерной зимы. Для примера был взят астероид, кратер которого составлял всего 180 километров в отличие от 1000-километрового разрыва в Южной Америке. Кинетическая энергия космического тела мгновенно превращается в тепловую, которая вызывает испарение большой массы пород на Земле и ударяющегося тела. Образуется пар, который первым покидает место удара. Облако пара поднимается подобно воздушному шару, выворачивается в форму ядерного гриба. Из кратера выбрасывается вещество метеорита, раздробленные породы, вода, а в грунте распространяется ударная волна в виде сейсмических волн. При ударе в месте, где имеется вода, испаряется в 100 раз больше воды, чем масса астероида. Через 120 секунд возникает волна цунами высотой от нескольких сот метров до 3-4 километров. Удар был не по касательной, а поперек земной поверхности, и это привело в тяжелым последствиям для жителей Земли. Колоссальный взрыв привел к выбросу в атмосферу огромного количества мелкодисперсной пыли и ее распространению в атмосфере всего земного шара. Пыль экранировала солнечный свет, температура приземных слоев резко упала на 10 и более градусов. Такие изменения сохранялись от полугода до года. Растения прекратили фотосинтез. Теплокровные животные погибли как от снижения температуры, так и от отсутствия корма. После образования окислов азота на Землю лились кислотные дожди. После появления эффекта ядерной зимы, увеличилось содержание углекислого газа, что привело после оседания пыли к усилению парникового эффекта. Ухудшение условий жизни привело в вымиранию от 65 до 90% всех видов живых организмов на Земле. Стрессовые условия жизни привели к снижению репродукции животных. В Википедии тоже описан этот астероид, убивший, по мнению ученых, 66 миллионов лет назад всех динозавров. При размере всего 10 километров он создал кратер 180 километров. При этом выбросил в ближний космос породу и воду с Земли, с самого астероида. Объем выброса был 15 тысяч кубических километров, что на порядок больше объема самого астероида. По мнению ученых, при угле в 15 градусов, выброс был бы в три раза меньше. Падение выброшенных в космос пород приводило к пожарам по всему миру, в результате которых был выброс в атмосферу большого количества сажи угарного газа. Удар астероида с диаметром всего 10 километров должен был вызвать цунами высотой 50-100 метров. Сейсмические волны несколько раз огибали весь земной шар и вызвали излияние лавы в противоположной точке Земли. Можно легко посчитать сколько же было выброшено в космос веществ, при ударе в 15 градусов, астероидом, диаметром в 1000 километров, который разрубил Южную Америку на две части. При таком угле выбивается в три раза меньше породы, чем при максимальном угле. Таким образом, при угле падения в 15 градусов выбивается в три раза больше, чем объем самого астероида. Цунами также может быть примерно в три раза меньше и должно быть высотой от 15 до 35 метров. Цунами, высотой 25 метров, которая вылилась на сушу на расстояние 10 километров, было описано испанским географом и историком в 1586 году. Новый Григорианский календарь, согласно истории, был принят в Италии в 1582 году уже после ускорения вращения Панеды. Великий голод в России начался с 19 февраля 1600 года. Учитывая то, что календари в разных частях Европы могли не полностью совпадать, и поэтому разницу в 20 лет в исторических записях можно игнорировать и откорректировать. Временем падения астероида на Южную Америку, появление цунами высотой 25 метров, можно считать 19 февраля 1600 года, а введение Григорианского календаря, можно предположить, что оно было 15 октября 1600 года. Последствия для жителей Земли, изменение скорости вращения планеты, изменение календарей, наводнения, пожары, разрушение городов и засыпание песком и глиной огромных территорий Земли, обо всем этом, описывалось в предыдущих видео.